Возлюбленные Господом, братья и сестры, уважаемые гости и друзья, посетившие нас сегодня, мы рады приветствовать вас всех любовью к Господу нашего Иисуса Христа. Мы также рады приветствовать, кто сегодня слушает нас в прямом эфире и по радио, кто смотрит нас, присоединяйтесь для совместного поклонения и служения нашему Господу. Давайте помолимся и попросим Божьего благословения на данное собрание. Отец наш Небесный, мы от всей души благодарим Тебя сердечно и славим за эту радость быть сегодня, в этот день воскресный, светлый, солнечный, теплый Господь в Доме Твоем. От всей души благодарен Тебе, Господь наш, что мы храним и Тобой на путях нашей жизни. И сегодня Ты даровал нам возможность, здоровье и желание прийти сюда. Мы рады видеть, Господь, лица святых и скупленных чад Твоих, Господи, которые сроднены кровью Твое святое друг с другом. Мы, Господь, слицезреем Тебя, нашего Господа, и верим в Твое незримое присутствие. Ты сказал, где двое, или трое собранные во имя Мое, там и Я посреди них. Слава Тебе, Господь, за верные обетования. Все с Вами во все дни до скончания века. И сегодня мы реально ощущаем Твое святую божественную отцовскую руку над нами. Славим и преклоняемся пред Тобою. Честь и слава и аллилуйя пусть несется Тебе, Богу славному, Богу крепкому, Богу сильному, Богу спасающему. И мы благодарны Тебе, Господь, что церковь сегодня бодрствует, желая прославить Тебя. Благослови и это собрание наше. Господи, благослови наших аристов, всех словословящих в Святое Имя Твое. Всех, кто будет молиться Тебе. Господи, прими нашу жертву кофемиам. Господь, предлице Твое святое. Мы от всей души благодарны Тебе за эту радость снова видеть лица дорогих друзей, гостей наших и особо нашего дорогого брата Генрика. Господь, слава Тебе, что Ты хранишь его там, оберегаешь в этом далеком Киргизистане и благословляешь это служение. Благослови и его участие в нашем собрании. Благослови всех, Господь, проповедников, кто будет выходить сюда за это святое место. Господи, мы просим Тебя, кто еще не умери с Тобою, кто испытывает на себя тяжесть греховных уз, Господь, мы просим Тебя, подари в этот день замечательный дар покаяния и примирения с Тобою. Пусть имени Твоему несется честь и слава. Ты достойна этой славы. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы все вместе споем первый гимн общего пения из сборника номер 11. Спаситель говорит нам везде, во всякий час. Спаситель говорит нам везде, во всякий час. Спаситель говорит нам везде, во всякий час. Слава Богу! 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 И в 18 стихе он заключает вот эту мысль и говорит, всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь со всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Я думаю, что нет противоречия между тем, что я сказал в начале и вот этим предложением апостола Павла, чтобы всякую молитвою и прошением во всякое время, и здесь очень важное слово, молитесь во всякое время духом. Не всегда молитва – это наши слова. Не всегда молитва – это красивые слова. Я не знаю, вы, наверное, встречались, я встречался в обществах, где очень красиво молятся, и я ловил себя на мысли. Я, кстати, до сих пор говорю, что я не умею молиться. Я не умею так молиться. Но я думаю, что, наверное, и не в этом весь смысл, а смысл именно в том, чтобы когда мы молимся, моя конкретная нужда, моя конкретная просьба, мое отношение с моим отцом. И я сегодня хочу поставить вот эту цель перед нами. А это постоянная цель, просто она как-то ускользает от нашего внимания. Мы расплываемся во всяких жизненных ситуациях, во всяких мелочах и теряем главную цель. По-моему, это беда и беда и сегодняшнего времени. Все преодолевший устоять. Я не знаю, как молодежь хорошо понимает русский язык. Что значит преодолевший? Это значит сделавший, это значит приложить все силы, это значит не повернуть назад, это значит не сдаться. Я эту мысль для себя формулирую таким образом. Не преклонить колено перед валом. Мы в своих мелочах, в жизни, в простой обычной жизни, мы очень часто склоняемся, я прочту еще там, по всякому поводу. Мы мелочимся, мы малодушничаем, мы оказываем неверность и всякое прочее. Это колено преклонения перед валом, перед дьяволом, который постоянно ведет с нами борьбу. Наша борьба духовная, я на это тоже хочу сегодня как-то акцентировать ваше внимание, чтобы мы понимали, скажем, вот особенно мы сегодня в эмиграции, извне нас фактически никто против нас не воюет еще. Еще я говорю, потому что всякое может быть. Но война-то не прекратилась, борьба-то не прекратилась. И знаете, мы сегодня вот старшее поколение, мы за голову хватаемся, и нам кажется, что после нас уже и церкви не будет, дорогая молодежь. Мы настолько обеспокоены вашим поведением, вашей жизнью, что порою кажется, что вот уже церковь кончится, мы помрем, и церковь кончится. Я хочу заверить всех умирающих, не беспокойтесь, и молодежь хочу заверить, не беспокойтесь. Церковь была, есть и будет до самого восхищения. И как бы ни свирепствовал враг, я понимаю, что сегодня молодежи гораздо труднее вести эту борьбу, чем нам в том атеистическом обществе. Там была конкретная сепарация. Или веришь, или не веришь. Верить было невыгодно, поэтому отцеживалась эта грубка, эта малая часть, но которая стояла и готова была и жизнью рисковать. Сегодня нет этой сепарации, сегодня выгодно, престижно, деваться некуда. Всем, брат Владимир сегодня очень красивую фразу, красивую, но страшную фразу сказал. Сегодня все одевают мантию христианства. Сегодня, скажем, на нашей родине вы смотрите, все вдруг стали верующими и так далее. Но вот эта духовная борьба, которую везет христианин от первого века и до последнего дня, пока здесь будет церковь, эта духовная борьба будет. Поэтому вы это слышали. Хочу, чтобы вы были в этом убеждены, что спасутся, что будут с Богом, будут вечности только герои веры. Герои, молодушные, боязливые, жильцы, всякие притворщики, не попадут туда. Так Писание говорит. Только герои побеждающему дам. Но вы знаете, что героизм проявляется в критических, каких-то экстремальных ситуациях. Тогда проявляется геройство. Тогда проявляется мужество. Так вот, для Христовой Церкви это время постоянное. На этой земле постоянное. И сегодня время подвига, дорогие молодые друзья. Сегодня время подвига, и вы, наверное, понимаете, что вот из той группы, с которой вы принимали крещение, которую не приняли, не все дойдут. Это страшная истина. Я не пугаю, я просто вспоминал свое прошлое. Не все дойдут, не все окажутся верными. Но верными-то будут, верными кто-то останется. И поэтому Писание на все века говорит. Юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Только надо это осуществлять. Действительно нужно побеждать. Нужно все преодолевши устоять. И еще одно место я хочу коротенько напомнить. Вы его знаете. Это первая глава послания к римлянам. Сегодня, на мой взгляд, вот дьявол хитрую штуку с нами устроил. Он переориентировал нас. Вы знаете, с кем мы сегодня так активно боремся? С таким усердием, с такой ревностью. Я о них не буду читать, а прочту просто дальше. Это первая глава послания к римлянам. С 28 стиха. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Мы с легкостью относим это к миру. Но мир и не познавал Бога. А здесь речь идет о тех, которые познали и не заботились иметь. Которые не воздали Ему должную честь, не воздали Ему должное поклонение. И что же с ними происходит? Так что они исполнены всякой неправды. Вы каждый анализируете себя и то, что вы знаете вокруг себя. И вы увидите, что все это есть. И самое страшное, когда мы вот это найдем в себе, в самой своей жизни. Это страшно. Исполнены всякой неправдой. Блуда, лукавство, корыстолюбие. Сегодня об этом на разборе тоже говорилось. Злобы. Исполнены зависти. И здесь рядышком убийства. На это тоже нужно обратить внимание. Вы чувствуете? Один ряд. Один ряд. Казалось бы, несовпоставимые вещи. Да? Убийство и зависть. Правильно говорят. У нас никто никогда еще в случае такого не было, чтобы кого-то отлучили за зависть. За убийство отлучим. Расприй. Как это нам присуще, да? Обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники. Страшное слово. А те не страшные. Изобретательны на зло. Непослушны родителям. Это ж так себе. Это ж мелочи, да? Безрассудны. Я часто говорю, спекулирую этим. Кто считает себя неполноценным? Кто не считает себя умным? Нет таких, правда? Оказывается, можно быть безрассудным. Вероломны, нелюбовны, непримиримы, не милостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Собираются в компании, тусуются и так далее, и так далее. Дорогие друзья, я хочу, чтобы у нас это было не сегодняшней целью. Чтобы вот это сознание постоянной духовной борьбы, напряжения всех духовных сил, помните, что одни Иоанна и до ныне Царствие Божие усилием берется. И употребляющие усилия восхищают Его. Сегодня тоже напоминалось и об узком пути, и о узком пути, и тесных вратах, и так далее. То есть, всё Писание говорит, что герои, христиане, это герои в этом мире. Правильное мнение. Мы в этом мире не свои. Мы здесь инородное тело. И поэтому, естественно, мир не может нас принять. Или мы примем в себя мир, и тогда с миром у нас будут лады. Или мы будем в постоянной конфронтации. Внутренне, духовно. Ещё раз хочу напомнить вот то, что сегодня происходит. Значит, мы ополчились на этот страшный грех. Это действительно, там мерзость перед Богом. Направили все усилия. Мы готовы их... Там я не знаю, что с ними делать, да? Но вдруг меня осенило. Озлоречивый. Чего здесь воевать с ними? В одно место идём. Если я клеветник, если я лжес, если я корыстолюбец, если я завистливый, если я непримирительный. В одно место идём. Чего здесь, на этой земле воевать? Вы представляете себе? Но дьявол нас настраивает. Для Бога все грешники одинаковые. И для нас мы должны понимать, любой грех, соделанный грех, рождает смерть. Поэтому есть один единственный выход – жить святой, благочестивой жизнью. Но для этого нужны усилия. И нужно всё преодолевшее устоять и помнить, что побеждающему Бог даст всё. Аминь. Помоги-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господи, и дальнейший ход служения, Господи, проповедь, слово, песнопение, Господи. А я поклонюсь Тебе в духе и истины, Отец и Дух Святой. Аминь. Боже, благодарение Тебе, Господи, за то, что Ты открылся нам, Боже, что мы знаем Тебя, что мы знаем эту истину, причем истину абсолютную, Боже. Дай только доверяться этому и дай помнить, Господи, что без Тебя мы действительно ничего делать не можем, ничего доброго не можем, зато плохое, худое, противное Тебе можем, к сожалению, много можем, Боже. Поэтому мы нуждаемся постоянно в силе Твоей, в том, чтобы Дух Твой Святой облекал нас, Господи, наполнял нас, и изнутри и извне хранил нас от лукавого, хранил всяких соблазнов, искушений, чтобы все преодолевши устоять и наследовать жизнь вечную, наследовать эту жизнь, о которой мы знаем, к которой мы стремимся, которая единственной и является единственной целью нашего бытия и жизни на этой земле. Помоги каждому, вставшему на Твой путь, отдавшемуся Тебе, совершить свой путь до конца достойно, остаться верным Тебе, прославить Тебя всею жизнью своей. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Мы служим одному Богу, как вы, так и мы. И мы имеем точно такую же веру, как и вы. Вот именно об этой вере мы хотели бы сейчас спеть песню. Субтитры подогнали Симон. 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 Я хочу сказать, что их можно посылать не только на Украину, но и в другие страны мира. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Поэтому это был особый народ. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 И мы уже примерно час работали над этим. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Продолжение следует... 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 о том труде, который совершается членами нашей Церкви. Дорогие братья и сестры, это наше с вами служение. Это ваши средства, которые вы жертвуете на это дело. И пусть Господь вас благословит, чтобы и дальше в этом усердии мы не ослабевали. Потому что нам приходится очень много таких просьб, с которыми обращаются к нам. Потому что о нас с вами очень многие уже знают, о нашей Церкви, о жертвенном нашем служении. Вот в материальной стороне служения мы очень многим помогаем. Содействуем в служении других наших братьев, сестер, миссионеров, которые трудятся в различных местах. Вот в России мы содержим, или можно сказать поддерживаем, 13 миссионеров и миссионерских организаций. На Украине 9, в Киргизстане троих миссионеров. И несколько там таких проектов, которые осуществляют братья. Я думаю, что брат Генрих, он нам сегодня расскажет о том служении. И это вот давнее наше такое сотрудничество с братьями, которые трудятся там в Средней Азии, в Киргизстане. Я думаю, что это вот миссия луч надежды, которая совершает труд не только в Киргизстане, во всей Средней Азии. И в Узбекистане, и в Туркмении, и в Казахстане, и в Таджикистане. И это большой труд. Мы постоянно имеем от них вот такую, как ни от кого, вот от них мы имеем такую ясную, полную информацию о всех их проблемах, о нуждах, в которых мы участвуем, когда собираемся на наши вот миссионерские советы. Мы молимся. Слава Господу! Что сегодня мы имеем вот среди нас брата давнего, можно сказать, старейшего труженика на Ниве Божьей, там вот, который в Киргизстане, который посвятил себя на этот нелегкий труд. Ведь его в основном все дети живут в Германии, а он посвятил себя для служения вот на том месте, где жили его родители, где и он по сей день совершает этот труд. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! И другие вот просьбы, с которыми нам обращались братья с миссионерскими такими евангелиционными поездками в Россию, на Украину, в другие места. Слава Господу! Что мы хоть этим можем участвовать в труде тех, которые находятся в экстремальных условиях, в особых трудных условиях, но они совершают служение благовестия и порой жизнь их в опасности. Они преследуют, они преследуемы, они и терпят и гонения, и лишения, и побои, и даже смерть. Пусть Господь нас благословит и дальше в усердии нашем не ослабевать. И как уже сегодня Духом Святым было, как бы дано такое нам, ну, совет от Господа, чтобы, вот то, что мы слышали в проповеди первого брата, в первого послании, то есть в послании Ефесянам, в 6 главе 10 стихом. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Это я взял сегодня и для себя, и для своего служения, этот совет от Господа. Я думаю, и для тех, кто вот участвует в поездках и в других служениях миссионерского направления евангелиционного. Укрепляйтесь Господом. И для вас, дорогие братья и сестры, те, которые жертвуют на миссионерское служение и другие виды служения в нашей церкви, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. А сейчас я хочу представить дорогого брата Генриха Францевича Фот, который является руководителем, или, можно сказать, основателем миссии, вот, в Кыргызстане «Луч надежды». Еще в древние, в давние времена, вот, древние, это, можно сказать, для нашей молодежи, это еще советские времена, когда было очень тяжело и трудно и опасно распространять Евангелие. Наши братья, вот, в частности, брат Генрих участвовал в печати, вот, той духовной литературы и, что было сопряжено с большой опасностью и для его самого, и для семьи, и для вообще всего дела Божьего там, в тех местах. Но они совершали этот труд, распространяли Евангелие, переводили его, и по сей день они совершают вот этот труд, не только в Кыргызстане, но и в близлежащих странах Средней Азии. Пожалуйста. Я думаю, он о себе еще расскажет, о своем служении. Дорогие братья и сестры, я вас сердечно приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа, рад быть среди вас здесь сегодня и коротко во славу Господа рассказать то, что Господь там совершает в Центральной Азии, в частности, в Кыргызстане. Это так удивительно, что мы, живя в разных странах, на разных континентах, можем совершать одно служение, быть соучастниками этого великого дела на Ниве Божьей. И, пользуясь случаем, я хотел бы вас сердечно поблагодарить за все ваши молитвы, за ваше непосредственное участие в материальном служении, в поддержке того труда, того служения, которое совершается там у нас в Кыргызстане, как уже было сказано. Вы, дорогие братья и сестры, слава Господу, участвуйте в этом большом труде, вы поддерживаете там миссионеров, которые там трудятся, вы также участвуете в ряде проектов, и все это во славу Господу, и благодаря и вашим пожертвованиям, особенно вашим молитвам, там Господь совершает чудеса. Я хотел бы совсем коротко рассказать, потому что время не позволяет много говорить о том, что Господь там делает. Само по себе наша миссия уже с 90-го года официально, вообще мы где-то с середины 70-х годов там осуществляем этот труд, и Господь, Он благословляет это служение, люди приходят к Господу, образовываются новые группы и церкви, и мы радуемся тому, что не только славяне принимают Господа, их осталось совсем мало у нас, в частности в Кыргызстане, вообще в Центральной Азии все больше эмигрируют, уезжают, если раньше в Америку и в Германию, то сейчас просто уезжают в Россию, или даже в Казахстан. В общем, каждый ездит туда, куда может, потому что нестабильная ситуация, как политическая, так и экономическая, она поталкивает людей, и люди, особенно те, которые не имеют никакой надежды, они уезжают в поисках лучшей доли. Но Господь удостоил нас этой великой чести там трудиться, и мы это делаем во славу Господа, по мере сил и возможностей. И в 24 главе Евангелия Матфея Господь Иисус сказал, что проповедано будет и Евангелие Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И мы рады, что действительно многие народы приходят к вере в Господа и там, в Центральной Азии. Сейчас я бы попросил показать несколько снимков, и я их прокомментирую. Все то, что было говорено, это все во славу Господа. Мы понимаем, что Господь это осуществляет благодаря усилиям и участию сотни тысяч людей, многих из которых мы вообще не знаем. Они молятся об этом, они жертвуют на это, многие приезжают, вот точно так, как сегодня мы слышали информацию об Украине, так и к нам приезжают из Штатов, приезжают из Германии люди, которые помогают. Я уже говорил, у нас катастрофически не хватает служителей, и тем не менее Господь дает возможность, и Евангелие распространяется. И слава Господу! У нас в отдельных церквах до 20 различных народностей члены церкви, и этому мы рады. И у нас на ряде языках ведется уже служение на узбекском, на киргизском, на уйгурском, на казахском. И это говорит о том, что Евангелие, оно достигает эти народы. И если мы и дальше будем участвовать в этом деле, то Господь скоро осуществит то, что Он сказал, и будет проповеданно Евангелие всем народом во свидетельство. Слава Ему! Я хотел бы прочитать одно место из Евангелия Марка и несколько сказать на эту тему. Евангелие Марка, 6 глава, здесь с 30 стиха. И собрались апостолы к Иисусу и сказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодки одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, бежали туда, пешие из всех городов, и опередили их и собрались к нему. Иисус, увидев множество народа, и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их многому. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил, и сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелев их рассадить всех под делениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взяв пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. Да, дорогие, в 2001 году или в 2000, сейчас точно не помню, представитель компании Кока-Кола объявил, что по всему миру, во всех народах знают о напитке Кока-Колы. К сожалению, мы, христиане, не можем сказать, что во всех народах уже знают Евангелие. Это печально, конечно, но Господь посылает нас, Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творением. Это не означает, что мы все должны сейчас взять рузики на свои плечи и отправиться в Африку, в Индию и так далее. Но это означает, что каждый из нас должен стать миссионером на том месте, куда Господь нас поставил. Конечно, многие не считают себя миссионерами, и, к сожалению, нужно сказать, что многие и не свидетельствуют. Мы как-то считаем, это принято так, считать, что, ну, есть определенные миссионеры, которые посетили себя этому, кто-то поехал в Индию, кто-то в Африку, ну, вот ваши братья и сестры поехали на Украину, и их Господь призвал, ну, вот я ничего не могу делать, и, наверное, это не мое дело. Это совсем не так. И когда Господь говорил, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, это Он говорил ученикам. И Он не выделил отдельно Петра или отдельно Андрея или Иоанна. Это Он сказал всем ученикам, и это относится сегодня к нам. Сегодня, к сожалению, многие христиане вообще не свидетельствуют. Есть ряд причин на это, я не хочу останавливаться на этих причинах, но это печально, что христиане не свидетельствуют, хотя мы к этому призваны. Мы заняты очень многим, но, к сожалению, не заняты благовестием. А именно к этому призвал нас Господь. Нету ничего более важного здесь, в нашей жизни, чем именно благовестие о спасении в Иисусе Христе. Именно для этого Господь дал нам дыхание жизни, для этого Он нас сделал детьми Божьими, для этого Он нас поместил на этом месте, каждого на своем месте, вот кого-то в Сакраменто, кого-то в Спакене, кого-то там в Бишкеке, в Кыргызстане, и так далее, мы призваны благовествовать и на своем месте быть миссионерами. И если мы это делаем, то слава Богу! Апостол Павел когда-то писал, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа, проповедовать Евангелие о благодати Божией. Вы знаете, это действительно великая привилегия, это великое преимущество, что Господь избрал нас и дал нам это право нести это Евангелие людям. Множество людей еще не знают о Господе. И нет ничего более благословенного, как говорить людям о спасении, как помочь людям выйти из этого мира погибели и стать на сторону Господа, иметь надежду на вечную жизнь. Конечно, я не сомневаюсь, что и в ваших церквах проводятся евангелизации, мы периодически, может быть, участвуем в каких-то кампаниях, но достаточно ли это? Я думаю, вот в этих мероприятиях, какая бы ни была евангелизация или другое какое-то мероприятие, задействовано, ну, может быть, 10% наших членов церкви. А вот личная евангелизация, она практически может охватить 100% каждого члена церкви, и не только членов церкви, но и просто приближенных наших уверовавших братьев и сестер. И даже та сестра или брат, которые в старости находятся на лодке болезни, и они своими молитвами могут благовествовать. Ну, а помимо всего, мы можем просто кому-то дать брошюрку, трактатик, мы можем кому-то засвидетельствовать, и это самая эффективная евангелизация. И Господь нас послал именно это делать. Поэтому это не отговорка, если мы говорим, что я не имею образования, если я не миссионер, если еще какие-то есть отговорки. Господь послал тебя и меня. И каждый из нас является и должен, во всяком случае, быть миссионером. С другой стороны, каждый необращенный человек – это миссионерское поле. Это может быть наш сосед по лестничной клетке, или просто сосед по нашему, там, где мы живем. Это тот, который сидит с нами на школьной парте, или работает с нами на одном предприятии. Все необращенные люди – это наше миссионерское поле. И часто мы говорим, у нас ничего нету, мы ничего не можем. И вот здесь несколько мыслей, так как время уже исчерпано. Здесь написано, когда ученики увидели эту нужду, они к Иисусу подходят и говорят, «Господи, отпусти народ, потому что они изныренные, они устали, они целый день тебя слушали. Отпусти, чтобы они пошли, купили себе пищу и подкрепились». А что говорит Господь Иисус? Он тоже видел эту проблему. Проблема была на виду. Ее видели ученики, ее видел Иисус. Но видели они совершенно с разных позиций. Совершенно разный взгляд был на одну и ту же проблему. Ученики видели эту проблему, но не знали решения. И они говорят, пусть люди сами решают свою проблему. А Иисус совершенно другим взглядом смотрел. Он сказал, «Вы решите их проблему». Ученики развели руками, у нас нечего им дать. Мы не можем решить их проблему. Но Иисус знал, что Он говорит. И Он говорит, «Вы дайте им есть». Что же могли сделать ученики? Что же ожидал вообще Господь от учеников? Конечно же, Он ожидал от них только то, что они в состоянии были сделать. И поэтому Он сказал им эти слова. Ученики не видели решения, но они идут, смотрят, спрашивают, у кого что есть. Набрали несколько хлебов, несколько рыб и приносят это малое, это ничтожно малое Иисусу. Возможно, им стыдно было даже показывать то, что у них было, потому что это хватило. Ну, может быть, для них самих, но никак не для этого великого множества. И они говорят, у Иисуса вот все, что мы здесь набрали, больше ничего нет. Иисусу больше и не нужно. И я уверен, что если бы там даже была треть одной булки хлеба и хвостик одной рыбки, то и этого достаточно было. Потому что для Иисуса не важно, какое там количество, Ему важно качество. Ему важно было в данной ситуации, чтобы ученики Ему доверили эту проблему и отдали все, что у них есть. Дорогие братья и сестры, у нас очень много есть. У нас очень много есть. У нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть голова, у нас есть зрение. Мы имеем очень большие возможности для того, чтобы свидетельствовать. Но мы, как и эти ученики, очень часто говорим, у нас ничего нету. Вот ученики тоже, а что же нам дать? У нас нету ничего. Ну, разве пойти здесь собрать денег и купить на 200 динариев, что это будет? Или там вот эти несколько хлебов и рыбок, что это будет для этого великого множества? У нас ничего нету. Вспомните 4 Царств, 4 главу. Там женщина приходит к Елисею и говорит, Елисей, помоги, моих детей хотят захватить в рабство, потому что мой муж сделал долг. Он умер, мне нечем отдать. Елисей спрашивает, что есть у тебя? Она говорит, ничего нету. Вот так мы говорим. Мы вообще не отвечаем на вопрос. Разве Господь Иисус спросил, чего у вас нету? Разве Елисей спрашивал этой вдовы, чего у тебя нету? Он спрашивает, что есть. А мы говорим, чего у нас нету. Давайте возьмем то, что у нас есть, и принесем Господу. На руках молитвы. И то, что мы Ему отдадим, Он будет множить. И Он умножит настолько, что всем хватит, все насытились. И осталось еще великое множество. Это то благословение Божие, которое Он изливает на каждое дитя Божие, которое Ему представляет то, что у Него есть. Давайте себя предоставим Господу, свое имение, свое время, свои средства, самого себя и скажем, Господи, вот я, пошли меня, используй меня. Это не означает, что у нас пошлет в Индию или в Киргизию. Не обязательно. Господь только хочет, чтобы было полное посвящение. Как Он нас будет использовать, где Он нас будет использовать, это Его право. Нам только нужно сказать, Господи, вот я, вот я, используй меня, возьми меня, сделай из меня, что Ты хочешь, там, где Ты хочешь. И мы увидим чудеса. Но если мы такой молитвой будем молиться, это очень опасная молитва, тогда Он и будет использовать нас. Тогда Он нас возьмет и пошлет куда-то, и мы тогда будем обязаны идти. Но это благословенно. И я бы хотел на этом закончить. Дорогие братья и сестры, у нас может быть ничего нету, как нам кажется. Мы ничего не можем, мы не особо признанные миссионеры и служителя, у нас может быть действительно мало что есть. Но давайте то малое, то уничтожие, что у нас есть, все без остатка предоставим Господу. Он сделает великое, и Он прославится. Мир нуждается в Евангелии. Мир нуждается сегодня в том, чтобы эта Евангелие достигла еще многих, не только отдельных людей, но и целых народов. И каждый из нас может свою лепду внести в это дело. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся. Мир нуждается. Мир нужности и прощения. Путь милостей ко мне благословит. Все, что я имею, дай Господи посвящать для тебя Евангелие. Я благодарен тебе, Господь, за братья и сестры, которые трудятся на небе Твоей, которые сегодня распространяют Евангелие. Царствие Твое, что Ты повелел, они исполняют. Господи, помоги и мне, и моей семье, и нашей поместной церкви. Это делает Господи со всем усердием. И Господь имя Твое прославится. Да, прославится оно во всех народах. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Ты близок ко всем, призывающим Тебя. Дай, Господь, чтобы еще многие наши спасения. И, Господь, церковь Твоя, приготовьтесь к пришествии к Твоему. Во имя Иисуса Христа, Аминь. Аминь. Господь, благодарность Тебе за то, что Ты пришел на эту грешную землю взыскать и спасти грешников. И что Ты меня также спас. И многих моих братьев и сестер. И что мы можем сегодня радоваться тому, что мы имеем вечную жизнь. Что мы наследники Царства Твоего. Что Ты наш Отец Небесный. Слава Тебе, Господь. Но так много людей еще не знают Тебя. И Ты посылаешь нас сказать им о пути спасения. Доруй, чтобы мы сказали, Господи, вот я, пошли меня. Помоги, чтобы каждый из нас сделал все возможное, зависящее от нас, для того, чтобы еще хотя бы некоторые уверовали и стали Твоими детьми. Благослови нас в этом. Аминь. Аминь. Братья и сестры, сегодня, как вы поняли, у нас миссионерский день в нашей церкви. Раз в квартал мы проводим сбор пожертвований на это служение для поддержки миссионерского фонда. Мы поем гимн общего пения из сборника номер 119. И будет сделать сбор добровольных пожертвований в дар Господу на миссионерский фонд. И далее хор споет. Братья и сестры, сегодня, как вы поняли, у нас миссионерский фонда. Братья и сестры, сегодня, как вы поняли, у нас миссионерский фонда. Братья и сестры, сегодня, как вы поняли, у нас миссионерский фонда. Братья и сестры, сегодня, как вы поняли, у нас миссионерский фонда. Братья и сестры, сегодня, как вы поняли, у нас миссионерский фонда. Почему горит каждый огонь, кто сумеет дать ответ? Знаю я, что левит Господь и во славу Своему И спошлет и сил на земном пути И в его любви пребуду я Буду ждать, продолжая путь Умываний Своем Останет день, приду Меня в небесный дом О день, о день, вопросы, да задверь О день, Бог откроет причины и сломене О день, Бог печаль пробьется О день, стыкнет ячей солнцем О день, встречу я в небесном ПЕСНЯ 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 Если вы хотите присоединиться, пожалуйста, заполните анкету в фойе. Группе проводится в молодежной комнате на втором этаже. Начало в 6.30. Добро пожаловать. В следующее воскресенье, 16 сентября в 12.30, собирается сотня Владимира Феоктистова в 202-й комнате. Группа Владимира Тюльюва собирается 15 сентября в субботу в 6.00 вечера на Солана. И наши братья и сестры, работники на кухне, приглашают вас купить продукцию. Покупая ее, вы становитесь участником поддержки эксплуатации нашего молитвенного дома и миссионерских и благотворительных проектов. У нас есть много нужд. Мы прочитаем их и их с верой принесем к Господу. У меня большие переживания на работе. Прошу церковь помолиться о благополучии и защите. На этой неделе моему мужу предстоит операция. Прошу помолиться об успешном исходе этой операции, чтобы Господь благословил руки врачей. Сергей Королев, которого мы посещали в тяжелом состоянии. Благодарим вас за ваши молитвы о нашем служении. Вчера мы посетили тюрьму Каркаран, и там совершено крещение 18 человек, и завтра будет совершать еще 20 человек заключенных в святое водное крещение. Слава Господу, дорогие братья и сестры. Наши братья и сестры, Виктор, там с группой были, в этой радости. Сестра во Христе из Петербурга передает нашей церкви сердечный привет. Помолитесь, пожалуйста, о моих неверующих детях и внуках. Чтоб Бог постучал славику в сердце, и чтобы он покаялся. Благодарность Богу за благополучную прошедшую операцию у Юлечки Ладжанской. Все тесты подтвердили, что это была не злокачественная опухоль и не рак, а киста, которая не будет вторично расти. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас молитвенно, и просим молиться, чтобы Господь полностью восстановил Юлина здоровье, семья Ладжанских. Помолитесь, дорогая церковь, мы всей семьей уезжаем в отпуск, чтобы Господь благословил путь и пребывание там. Дорогая церковь, у меня 11 сентября предстоит суд на получение ССА. Я хочу, чтобы церковь помолилась Господу, и Господь сам решил этот вопрос. Я нуждаюсь в работе, прошу вас помолиться за меня, чтобы Господь послал мне работу, ваш брат в Господе. Лариса Иванникова находится в госпитале, Дэвид в госпитале, и просила о ней молиться. Острая нужда в жилье для троих по восьмой программе. Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь дал нам жилье. Братья и сестры, кто имеет расположение, здесь будет телефон и адрес этих людей. 11 сентября у сестры веры собеседования. Очень просим помолиться, чтобы Господь сам все устроил и благословил. И также мы имеем привет из Петербурга, я уже почитал, и почему-то два привета из Санкт-Петербурга. Мы очень рады, что Господь дарует нам возможность. Эти все нужды мы принесем к нашему Господу. Также еще две нужды. Молитесь, пожалуйста, за брата Ивана Павловича Ковалева. Мы его посетили, он в очень тяжелом состоянии. И также за сестру Марио Николаевну Жук. Ей завтра будут делать операцию. Итак, мы, вставшие, поблагодарим Господа за это служение, попросим о нуждах и благословения на путь наш. Господь и Бог наш, мы от всей души благодарны Тебе за это радостное общение, в котором Ты сегодня много нам говорил о великих делах Твоих. Слава Тебе, Господь, что Ты нам напомнил, чтобы мы, преодолевши все, устояли в вере, истине, в любви. И сказали, как однажды сказал апостол Павел, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Господи, благослови всех нас, чтобы мы ушли отсюда вдохновленные, выполнить Твое святое божественное слово. Благодарим Тебя, Господь, что Ты напомнил нам о том, что каждый христианин, каждый член тела Твоего Христова, или каждый, кто встретился с Тобою, просто должен быть миссионером и свидетелем Твоим. Благослови, чтобы мы пошли вдохновленные там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, где мы живем, чтобы мы без слов могли приобретать людей, житием своим, Господь. Благослови нас в этом. Хвала Тебя за все миссионерские дела, которые совершает наша Церковь. Господи, за всех миссионеров мы просим, благослови их, поддержи их служение, их труд. И те средства, которые жертвуются, дару, чтобы они расходовались со страхом и трепетом. Благослови все миссионерские организации, с которыми мы сотрудничаем. Во славу Тебе, наш Господь! Пусть распространяется Царствие Твое по всей земле, по всей вселенной, по Слову Твоему Святому. Господи, поблагодарим Тебя за вдохновенное пение хора, за молитвы детей Твоих, за все это служение. Во славу Тебе! Господи, все сердца, которые сюда пришли, благослови Твоим отцовским благословением на новую трудовую неделю. Пойди с нами, и пусть благодать Твоя будет с нами. Милосердный Господь, к ногам Твоим с живой верою несем все эти нужды, выраженные в этих записочках. Господи, услыши и ответь по воле Твоей, как хочешь Ты, да будет на все Твоя святая воля. Прими сердечную благодарность за услышанные молитвы, и верим, что Ты ответишь на каждую нужду, на каждую просьбу, как хочешь Ты, досветиться имя Твое. Будь с нами, когда мы уйдем с этого святого места. Оберегай нас и храни нас. Благослови и последующее служение сегодняшнего дня, общение, и досветиться имя Твое. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...